МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень – самое хмурое время года. Уже в 7 вечера на город начинает опускаться темнота. Ну а в 10 кажется, что за окном глубокая ночь. А как известно, именно ночью порой в людях просыпаются самые низменные инстинкты. Причем не всегда у взрослых людей, и не только в отношении взрослых. Сегодня в наш объектив попали несовершеннолетние. Давайте вместе с вами попробуем разобраться, почему же им не стоит находиться на улице в темное время суток. К чему это может привести? Достаточно открыть сводку происшествия, и перед нами во всей красе предстанут последствия ночных гуляний подростков. Изнасилование, употребление наркотиков и даже убийство. Иногда дети становятся жертвами. Но нередки случаи, когда именно они и являются источником опасности. Площадь театральная – пожалуй, одно из самых оживленных мест города. Жизнь здесь кипит даже ночью, особенно накануне выходных. Так было и в ночь на 10 ноября 2012 года. Именно тогда, буквально в 50 метрах от площади, группой вчерашних подростков был убит рязанский студент, 19-летний Александр Дудин. Тогда это преступление буквально потрясло. Причем не только Рязань, но и всю страну. А ведь главные обвинения по этому делу были предъявлены на тот момент 16-летнему парню. Что явилось причиной того, что он взялся за нож и совершил убийство? Алкогольное опьянение, психические отклонения или запущенные родителями проблемы переходного возраста? О причинах подростковой агрессии, о методах борьбы с ней мы решили спросить у профессионалов. Конечно, говорит психолог Ольга Дорджина, в каждом конкретном случае причины индивидуальны. И подростки бывают разные. Из неблагополучных семей с психическими отклонениями. Но если говорить о здоровых подростках, то одной из причин можно назвать потребность в удовлетворении чувства собственной значимости. Поэтому настолько болезненно подростки переживают, когда их либо не замечают, либо их принижают, унижают, либо их замечают только как их негативные и слабые стороны. И вот в таких ситуациях одним из основных способов, к сожалению, то есть если подросток нигде не мог почувствовать себя значимым конструктивным образом, то тогда, как последнее средство, идет повышение собственной значимости за счет агрессивной и физической агрессии в первую очередь. Что побудило убийцу Александра к совершению этого преступления, сегодня уже не важно. Его родителям это не принесет облегчения и не вернет сына. Однако по улицам ходит множество подростков. И, возможно, на поведение кого-то из них родителям и педагогам стоит обратить внимание уже сейчас. Это один из наиболее громких, но далеко не единственных случаев. В 2013 году Рязань вошла в тройку самых криминальных регионов по Центральному федеральному округу по подростковой преступности. Изменилась ли ситуация на сегодняшний день? С таким вопросом мы обратились к сотрудникам полиции. Выяснили, что по сравнению с 2013 годом ситуация стала налаживаться. Так, количество преступлений, совершенных подростками по Рязанской области, уменьшилось примерно на 14%. По Рязани на 16%. Если в целом брать систему оценки, у нас есть ведомство системы оценки. То есть мы где-то порядка на 27-м месте, по-моему, по России, и по ЦФО мы на 9-м месте. Из 18 регионов ЦФО, то есть 9-е место, понимаете, 2-я середина, я думаю, это нормально. В 2009 году в нашем городе был принят закон о комендантском часе. Основной целью этого закона стало снижение уровня подростковой преступности, но и преступлений в отношении подростков. Для того, чтобы понять, работает ли этот закон и каким образом, мы отправились в ежедневный рейд вместе с сотрудниками полиции. Напомним, что согласно данному закону, подростки в возрасте до 18 лет не имеют права находиться на улице без сопровождения взрослых в период с 22 часов вечера до 6 утра в осенне-зимнее время. Исключение делается только для учащихся средних, профессиональных и высших учебных заведений. Итак, рейд начался. Начало 11-го – темно, холодно, безлюдно. А вот и первый 17-летний нарушитель. Вы знаете, что вы сейчас нарушаете закон Рязанской области? Да. Комендантский час, так называемый. То, что, вот так понимаю, в одессе туда сейчас выучите, да? Да. То есть вы не в техникум, никуда не поступили, в студенческий метод, да? Так, то есть вы нарушение походите. То есть у вас уведомлили об этом, то, что сейчас действует, вот это законодательство. В школе вообще с вами ведут беседу по этому поводу? Да. То есть вы в курсе всего, да? Так, ну, как вы, с вашими родителями, я могу сейчас связаться? В общем-то, стандартная процедура. Молодого человека, да, если задержали, вот, он подходит под статью 3.12 нахождение без сопрождения родителей. Соответственно, сообщается это родителям. Вот, данного молодого человека, да, вставляем в отдел полиции для составления первичного материала. Вот, и молодой человек обязательно передается только родителям. Причины несублюдения закона сами нарушители называют разные. Излюбленные варианты. Задержался у друга, забыл о времени, поздно закончилась тренировка. По идее, уже весь час должен быть, я должен был дома, но я застрял в лес. Житейская ситуация. Но вот почему-то родители, приезжающие за детьми, разговаривать с нами наотрез отказались. Видимо, боятся огласки. Так что их мнения относительно этого закона мы так и не узнали. Зато поговорили на эту тему с горожанами. Правда, уже днем. Скажите, вот вы как бабушка, да, как к этому закону относитесь? Какие положительные моменты в нем? Я считаю, что дети вообще должны быть под присмотром обязательно. Где они, с кем. И вовремя быть дома. Это обязательно. Правильно, в мое время тоже было до девяти вечера. А какие положительные моменты вы в этом видите? Как этот закон? Ну, поменьше будут ходить, путаться, а то вон в парк пойдешь. Сейчас вот пиво пьют, курят, сидят. И знаю, какой класс. Восьмой, седьмой даже. Однако картина была бы неполной, если бы мы не спросили мнений тех, на кого, собственно, закон этот и направлен. Собрав нечто наподобие круглого стола со старшеклассниками одной из рязанских школ, мы выяснили, что ребята считают этот закон правильным, но с некоторыми оговорками. Если уж вводить комендантский час, то я бы еще посоветовал лицам, которые вот как раз задерживаются после десяти, то есть нарушают комендантский час, письменное разрешение от родителей, которое дает право на нахождение в определенное время после десяти уже в комендантский час. А так, вроде я как бы отношусь к этому положительно. Однако, как оказалось, такое положительное отношение к закону не мешает иногда его нарушать. Хотя, казалось бы, каким образом? То есть было, что тебя патруль останавливал? Да, конечно. Так, и что дальше? Они выясняют, что тебе нет восемнадцати. Ну так, они начинают разговор со мной. То есть молодые люди, сколько времени, сколько лет. Полное дата рождения. Ты моментально отвечаешь, плюс два года. Ноль первое, ноль первое, девнадцать шестое. Они тебя смотрят, визуально ты выглядишь больше. Восемнадцати говоришь им классная история, что да и я к девушке пошел в соседний дом. Вот, только что освободился, так получилось. У меня друг есть, Алексей такой, можно назвать Алеша. У него спрашивают, а где учитесь-то? Алексей такой ненавязчивый, растерявшись, говорит, одиннадцатый класс. Мне приходится выручать его. Говорю, закончили. Сейчас поступаем. То есть дело было летом. В итоге у них уже вопросы отсеиваются. После того, когда они объясняют, где обучаешься, то есть когда ты все грамотно им объясняешь, у них вопросы отсеиваются и как-то разрешается вся эта встреча. И я ухожу, меня никогда не забирали. В действительности сотрудники полиции, если им не было предъявлено удостоверение личности, должны установить данные по телефону или адресу, который должен предоставить подросток. Так что рассказанная Артемом история выглядит несколько странно. А вот то, что закон все-таки нужно соблюдать, доказывают неприятные случаи, которые иногда происходят с подростками в темное время суток. Проложу я девушку от своего дома до остановки. Проводил все нормально, возвращаюсь, и тут же меня останавливает кадла ребят, и говорят, чувак, дай, пожалуйста, позвонить, я не знаю, денег, ничего не жалко нормальным уличным ребятам. Ну и быстрые ноги лили, не боятся, пришлось бегать. Однако такое может случиться и раньше 22 часов. И, к сожалению, никакой закон здесь уже не поможет. Убийцы, воры и хулиганы всегда были, есть и будут. Однако, выходит, чаще всего они из семей неблагополучных. Так что самое главное – здоровая атмосфера в доме. Закон о комендантском часе – это, по сути, попытка государства насильственно вернуть подростка в семью к определенному времени. Однако в благополучных семьях таких проблем даже не возникает. А из неблагополучных ребенок все равно найдет возможность убежать. И не факт, что его родители это заметят. Вывод один – любите своих детей, интересуйтесь ими, станьте для них лучшими друзьями. И только тогда многих проблем удастся избежать. С вами была программа «Объектив». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok